Могущественная империя Наполеона В школе нам говорили, что это была главная причина победы над Наполеоном. Вклад прочих не сопоставим. Впрочем, таких речей от идеологов нашего образования и следовало ожидать. Но и другие сделали немало. И особенно интересна роль страны, которую все считали естественной союзницей Франции. Да так долго и было. Эта страна Испания. И как она сумела стать для Бонапарта, как часто говорили в тем временах, испанской язвой, история интересная и поучительная. Вообще говоря, почти весь XVIII век в Испании и Франции правила одна и та же династия Бурбоны. Так что до самой французской революции Франции с Испанией не ссорились, но родня ведь. Испанский король Карл IV, севший на престол в конце столетия, был человек нескандальный, вообще флегматичный, малоинтересующийся практически всем на свете. Ну не то, чтобы не от мира сего, но, как рассказывалось в одном анекдоте о диагнозе психиатра подобному больному, психически совершенно нормален, просто дурак. Злобным он не был, но вот сделать что-то саму не по чужой подсказке был практически не способен. Так что все решали те, кто ему подсказывал. В первую очередь, конечно же, на Мария Луиза Пармская. Дама энергичная до грубости и настолько темпераментная, что куда-то мединственному мужчине решить ее проблемы, даже если он король. Вот как Гоя ее изобразил. А в придачу, просто в силу королевского происхождения, пара практически была обречена на близкородственный брак, от которого современные медики рекомендуют бежать, как от чумы. Она приходилась к супругу двоюродной сестрой, ее отец был отцу Карлоса родным братом. Так что с главной обязанностью королевы, обеспечением престола наследия, она справлялась с немалым трудом. Из ее 15 детей 8 умерло в детстве, а наследником престола стал аж 9 ребенок, остальные просто не зажились. Ничего не поделать, плохая генетика сложная проблема и сейчас. Но вот старая житейская мудрость дает совет на этот счет, хотя для католической королевы уже никак не годящийся. Есть ли у вашего мужчины плохая генетика, мало ли других мужчин? И много ли мужчин вам откажут, если вы королева? Особенно, когда король проявляет к этой стороне жизни супруги такое благожелательное безразличие, как Карлос IV, у которого хватает других забот. Скажем, коллекции новинок того времени карманных часов. Вот такая прелесть, которая беспрерывно сверяет и старается всегда носить с собой. А те, что не умещаются у него в карманах, велит носить коммердинеру. Желание утешить королеву из-за этих часов, ощущающего недостаток внимания мужа, находится у очень многих. И как совершенно понятно, король делает то, что скажет королева, а она то, что говорят ее сердечные друзья. Особенно один. Вот смотрите, человек вполне дворянского рода, хотя не знатного, не богатого, но мужчина красивый, статный. Далеко не глупый, хотя и не ума палата. Семнадцати лет он служит в гвардии, на это его знатных предков хватило. А с восемнадцати уже попадается на глаза Марии Луизе и остается вместе с ней долгие годы. А кто нравится королеве, тому тогда было очень легко понравиться и королю, жалко ему что ли. Этот молодой офицер, его зовут Мануэль Гадой, начинает делать бешеную карьеру. Уже через три года он становится генерал-адъютантом лейб-гвардии, еще через год государственным секретарем, по сути первым и главным министром. Но Мануэль добивается большего, он становится лучшим другом не только для Марии Луизы, но и для ее коронованного супруга. Любезный, расторопный дон Мануэль позволяет королю не отвлекаться от своих карманных часов, идущих секунда в секунду, на такую скукотищу, как государственные дела. И что ж, король ни о чем не догадывался, какая разница. Он вел себя именно так, как будто представления не имел. А что было на самом деле, мы уже не узнаем. Моги не догадываться, он вообще был редкого ума мужчина. Государственные дела достались Гадою не самые простые. Родичи испанских бурбонов Людовика XVI свергли с престола и в скором времени казнили. Война с Францией тоже Испанию не радовала, ибо союз с вековым недругом Англии, спящим и видящим то, как она отрезает Испанию от золота и серебра американских колоний, ее справедливо пугал доколик. Что производила, предпочитая покупать на вывезенное из Америки золото и серебро. Страна резко обеднела, а Гадой вот совершенно непонятно, как сильно разбогател. Как такое было вообще возможно, ума не приложу. Воевать ему совершенно не хотелось. Но от Наполеона не отвертишься, не тот человек. Он заставил Гадоя напасть на гружественную Португалию, ну просто, чтобы починить ее французскому влиянию и заставить ее закрыть для Англии порты. В итоге война с Англией, которую Гадой пытался избежать, все-таки разразилась. Английский военно-морской гений адмирал Нельсон вскоре нанес по франко-испанскому флоту страшный удар. Выиграл битву при Трафальгаре. Испанцы сражались храбро, но флот Испании, как и флот Франции, перестал играть вообще сколь-нибудь заметную роль. То шло до того, что на вопрос, заданный британскому адмиралу одним из парламентариев, смогут ли войска Наполеона вторгнуться в Англию, адмирал ехидно ответил, что может быть войска Наполеона и попадут в Англию, но только не морским путем. А как же еще Англия остров, а самолеты пока не изобрели. Правда, Нельсон в Трафальгарской битве погиб, но у британского флота было существенно больше способных адмиралов, чем у испанской армии способных генералов. А Наполеон тем временем укреплял свою власть. Сначала стал первым консулом, избранным единоличным владыкой на долгие годы, а потом и императором, сохраняющим власть до самой смерти и передающим ее наследникам. И все больше верил в то, что он может все, а его противник и ничего. Опасная эта штука – единоличная власть. Она усиливает такую веру с каждым годом, а основания этому верить напротив того слабеет, но властитель этого в упор не видит. Проглотив уже не одну страну, Наполеон задумался, а зачем им вообще испанский король, королева и первый министр, когда Испания и так делает все, что он хочет. Сам испанский король со временем не становился умнее, королева нравственнее, а годой бескорыстнее. К тому же вступил в игру новый персонаж, вот он, наследник престола. Все-таки родился и подрос, наконец, такой Дон Фернандо, заставивший многих задуматься. Не стоило ли радоваться тому, что король такой тихий и безинициативный, ведь хотя бы не творит и не милит того, что постоянно исходит от наследника? Современный писатель сказал, Фердинанд VII, мало того, что лицом не вышел, в этом никто не виноват, Но был еще труслив, низок, циничен, лицемерен, похотлив, подл, мерзок, нечестен, лжив, злобен и мстителен. Господи, хватит же! И с таким вот букетом достоинства, тем не менее, решил, что решать должен он, а не годой. Даже поднял против него самый настоящий бунт, а папа-король собрался лишить его права наследовать престол. Для Наполеона это оказалось просто прекрасным поводом призвать королевское семейство к себе в Байону, погостить, разобраться. Ну и как Наполеон разбирался с подобными делами, понятно. Когда папа с сыном поскандалили так, что дошло до попытки рукоприкладства, он это безобразие прикрутил. Просто вынудил отречься от престола и того, и другого. Мало, что ли, людей, которых вполне устроит испанский престол, особенно Бонапартов. Из четырех братьев Наполеона только один не стал королем. Вот и его старшему братику Жозефу повезло. Брат сделал его королем Испании. Стареньким королю с королевой ничего плохого не сделали, но в Испанию они больше не вернулись никогда. То на Фернандо история отдельная. Казалось, все проблемы решены, причем ничего особенного не поменялось. Что Наполеон в Испании хочет, то и творит, и какая разница, кто на троне. Есть кто-то против? Оказалось, что есть. Против было подавляющее число испанцев и знати, военные, и духовенство, и простой народ. Они привыкли к тому, что Испания самостоятельная страна. И отвыкать не захотели. Наполеон, вот смотрите, как его теперь уже рисовали. Поначалу на них и внимания не обращал. Кто они вообще такие? Он уже долго правил Францией совершенно единолично и совершенно привык к мысли, что никто не сможет не только его сместить, но ему возразить и даже поправить его ошибку. Для него это значило, что он никогда не ошибается, а на самом деле, что когда он ошибется, его ошибка причинить максимум вреда. Ошибка в решении вопроса испанского престола оказалась серьезнее некуда. Значительная часть испанских войск и не думала подчиняться новому королю Жозефу, которого за излишнюю любовь к зеленому змею в народе называли Пепе-бутылка. Назначив оккупированным народу нового правителя, ему дают еще идеальный объект для ненависти. Против французов началась самая настоящая война. В уже захваченных городах поднимались восстания. Французы жестоко расправлялись с восставшими, вот как Гоя это рисует, смотрите. А это оказалось тем же самым, что заливать огонь бензином. Им отвечали с не меньшей жестокостью и яростью. Говорить о том, кто же побеждал, бессмысленно. Подавленные протесты начинались снова. Регулярные же испанские войска обычно проигрывали французам, но тоже не всегда. В июле 1808 года 20 тысяч французов под городом Байлен капитулировали и сдались в плен испанским генералам. Буквально через 10 дней после торжественного въезда в Мадрид, король Жозеф на всякий случай унес ноги из собственной столицы. Наполеон решил, что уж такого он себе позволить не может. И в итоге явился в Испанию лично уже знаменитым полководцем, выигравшим много сражений, пока не проигравшим ни одного. И здесь вроде бы ему сопутствовал успех. Мадрид капитулировал. Ряд других городов, несмотря на героическое сопротивление, был захвачен. Барселона, Жерона, вот памятник в ней. Особенно Саргоса, которая сопротивлялась маршалу Наполеона 9 месяцев и была взята только тогда, когда некому уже было сопротивляться. Но долго находиться в Испании Наполеон не мог. Предстоящая война с Австрией вызывала его в Париж, и правительство Испании оставалось в кадосе до конца войны. Если уж кто-то научился находить себе врагов, он редко понимает, где ему надо остановиться. Пылала вся страна. Регулярные армии уступали Наполеону, но повсюду началась маленькая война. По-испански герилья. Теперь это слово вошло во многие языки. Французы вне армейского строя не чувствовали себя безопасности нигде. Их хватали и убивали. Причем порой их вопли были слышны по несколько дней. Вот, пожалуйста, тоже гоя. Французы отвечали столь же ужасно, а результата не было видно. Наполеону в разгар приготовлений к русскому походу приходилось держать в Испании до 300 тысяч солдат. Вот прикиньте сами, на Барагенском поле в армии Наполеона было 138 тысяч человек. Что было бы, если бы дошли и эти 300 тысяч? Даже уже сам Наполеон на острове Святой Елены признавался. Эта несчастная война в Испании стала кровоточащей раной, первопричиной несчастья во Франции. А тем временем Англия направила на помощь испанцам и португальцам исключительно толкового полководца. Артура Уэлл, слепожа ставшего лордом Великтоном. Не обладая многочисленным войском для английских сухопутных сил типично, он раз за разом наносил поражение превосходящим французским силам, которые к тому же опасались нападения испанских партизан из-под каждого куста. Заставлял отступать прославных маршалов Сульта и Массана, а потом, когда на весь огромный фронт по обе стороны Европы силы Наполеона не хватило, вместе с партизанами очистил Испанию от французов совсем. Король Жозеф убрался из страны вместе с посадившими его на престол войсками любимого братика, а Испания вернула себе независимость, а также отторгнутую Наполеоном Каталонию. Правда, под занавес Наполеон нанес Испании еще один сильнейший удар. Он отпустил наследника испанского престола Дона Фернандо, который, когда занял трон, набредил стране не особенно меньше Наполеона. Но это уже другое дело. Против внешнего врага многие могут помочь, но чтобы справляться с такими чудилами внутри собственного народа, все равно придется это делать самим. Однако очередной завоеватель мира и окрестностей отправился туда, куда и все его коллеги, бывшие и будущие. А Испания как была, так и есть. Ее огромная роль в поражении Наполеона всем ясна. Но сам Наполеон ее подтвердил. Кому же лучше знать? Продолжение следует...